День России в Дагестане. Массовые мероприятия прошли в городах и районах республики, посвященные главному государственному празднику. Благотворители не дремлют. Инсан отреагировал на массовое отравление водой в Буйнакске. Желание есть, а условий нет. Жители села Дженобик Айтакского района вынуждены заниматься спортом в ветхом и тесном зале. Центральный аппарат Следственного комитета России взялся за дело таинственно пропавшей Анны Самартовой. Изучить материал спустя четыре месяца после исчезновения осетинской спортсменки главному управлению поручил Александр Бастрыкин. Дело теперь будет находиться под контролем Москвы, а расследование все так же продолжит следком Дагестана. По результатам проверки федеральные специалисты подготовят ряд конкретных указаний, которые необходимо будет учесть региональным экспертам. Прокуратура Дагестана проведет расследование по факту гибели ребенка в селевом потоке в Ботлихском районе. Правоохранительные органы дадут оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безназорности несовершеннолетних. Специалисты изучат все обстоятельства произошедшего. Напомним, что вечером 10 июня грязевая река, образовавшаяся после обильных дождей, унесла шестилетнюю девочку. Спасти ее не удалось. Тело ребенка нашли в шести километрах от села Кижани, где и произошла трагедия. И к другим темам. Сегодня наша страна отмечает главный государственный праздник – День России. В столице Дагестана и во многих муниципалитетах проходят массовые мероприятия. Так, на площадке Русского театра состоялась концертная программа для гостей и жителей республики. Побывала на месте и моя коллега Тамара Самедова. Ей слово. Яркие хореографические номера, самобытная праздничная программа и радостные эмоции. На площадке Русского театра отмечают один из главных праздников нашей страны. И погрузиться в атмосферу праздника решили и как гости республики, так и ее жители. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам мероприятие в целом? Очень праздничное настроение, задуманно, весело, нравится очень мероприятие. Мне тоже очень нравится. Мы узнали из СМИ, что будет концерт, пришли послушать, очень интересно, очень весело. Наша любимая песня. Да, очень, да. А что для вас вообще Россия? Что Россия для нас? Россия для нас – это наша Родина. Для меня это мои родители, близкие, друзья, Мария Алиса. Это все наша Россия, Родина. На сцене звучат патриотические песни, любимые уже не в одном поколении дагестанцев. А номера творческих коллективов стали ярким дополнением концерта. Каждый ансамбль здесь встречали бурными аплодисментами. Поэт Николай Ходоков. На любой сцене нам выступать почетно. Мы дарим свое творчество, искусство зрителям. Мы популяризируем войска национальной гвардии. Мы призываем молодежь любить Россию, быть патриотичными. Для вас что это Россия? Россия – это любовь. Самая большая, самая настоящая. Мы любим и гордимся нашей страной. Россия – это Родина, которую мы стремимся защищать, которую очень любим. Концертная программа подготовлена Министерством культуры Республики Дагестан совместно с Русским театром. Силами творческих коллективов Республики, для которых музыка и поэзия – лучший способ изобразить любовь к нашей Родине. Я считаю, что это необходимый формат мероприятия, потому что он дает возможность нового импульса и чувства отношений. Наверное, самого главного – это любви к своей Родине, к своей отчизне. Отметим, что развлекательные патриотические номера проходили во всех городах и районах нашей Республики. Тамара Самедова, Хадиджа Транкина, Шамиль Хирея Сулаев. Новости ННТ, Махачкала. Благотворительный фонд «Инсан» отреагировал на массовое отравление водой в Буйнакске. Организация предоставила бутилированную воду для жителей города. За сегодняшний день воду получили около 800 семей. Акция продолжается. Напомним, что в настоящее время отравились более 270 человек, госпитализированы 84 из них. Доставкой питьевой воды также занимаются и другие местные благотворительные организации и общественники. Жители села Дженаби Кайтакского района заниматься спортом любят, но благоприятных условий для этого нет. На весь аул один маленький зал и тот находится в аварийном состоянии. Несмотря на возникающие трудности, мастерами спорта России стали 9 выходцев населенного пункта. Моя коллега Салия Магомедова продолжит тему. Прогнившие полы, изрезанные трещинами стены и протекающий потолок. Сегодня в таких условиях в селе Дженаби занимаются спортом около 70 взрослых и детей. Старший работает с железом, для младших есть секция дзюдо. На тренировки с элементами выживания они ходят 6 дней в неделю, утром и вечером. Местный тренер Тимур говорит, ребятам приходится не сладко. У них настрой, конечно, заниматься хотят они, но в таких условиях очень трудно. Стены сыпаются, крыша протекает. Каждую неделю надо генеральные уборки делать. Нет ни воды, ни условий. Во время холодов заниматься тяжелее. Окна перебиты и новые тут появятся едва ли. Зимой и осенью помещение отапливается печкой, но толку от этого мало. Холодный воздух проникает сюда через окна, закрытые полиэтиленом. Спортивного зала в Дженаби никогда не было. Под него приспособили бывший детский сад, построенный в 1970 году. Спустя десятилетия здание стало аварийным и находиться в нем попросту опасно. Сельчане говорят, что обращались в различные инстанции и показывают одно из первых писем от 2010 года. В администрации Кайтакского района о проблеме дженабийцев не в курсе. При этом чиновники обещают всячески поддержать появление нового спортзала в селе. Помочь местным жителям намерено и общественное движение при президенте страны. В прошлом месяце к нам обратились жители села Дженаби Кайтакского района с просьбой обратить внимание и содействовать им по стройке нового спортзала. Мы недели две назад были здесь, осмотрели это помещение. Вопрос капитального ремонта, конечно, о капитальном ремонте речи не может быть. Это помещение под снос. Представители Народного фронта обратились в Министерство спорта Дагестана с просьбой изучить вопрос о строительстве современного спортивного зала в Дженаби. Будет ли объект включен в госпрограмму в ближайшие годы, станет известно по итогам рассмотрения запроса. Для села, выходцами которого стали 9 мастеров спорта России, это очень актуально. С Алия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Кайтакский район. И о спорте. В Дагестан из Греции вернулись триумфаторы чемпионата мира по тайскому боксу. Золотые медали крупных международных соревнований завоевали трое наших спортсменов. Мажит Тимаев и Асхаб Ахмедов впервые поднялись на верхнюю ступень пьедестала первенства планеты. А Гаджи Меджидов стал четырехкратным триумфатором этих соревнований. Сегодня ученик Ибрагима Хедирова один из самых титулованных тайбоксеров страны. Поступления прошли как обычно. Ничего особенного не было от других чемпионатов мира. Попался на три боя. Первый бой с Тунисцем был. Потом Хорват был. Был залыв от финала. И в финале с Чехом встретился. С Чехией. С той же сильной соперник. Конечно, чтобы достичь такого результата, это очень нужно вложить в большой труд. К этому шли уже сколько лет мы. Действительно, уже очень много лет. Мы являемся лидирующими. Занимаем лидирующие позиции в России. Опять же, на чеканах в России. Еще одним международным успехом отметились и наши представители Ориентала ММА. Сборная Дагестана стала лучшей на открытом Кубке мира. Турнир с участием 400 спортсменов из 20 команд прошел в Краснодарском крае. Наши бойцы под общим руководством Бодови-Гасанова завоевали 53 золотые, 19 серебряных и 6 бронзовых наград. В общекомандном зачете сборная республики опередила дружины из Челябинской и Астраханской областей, у которых второе и третье места соответственно. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok